Всем привет! Меня зовут Лиса. И совсем недавно я решила пойти на шопинг. На шопинг с моей подругой Тельняшкой. Знаете, вообще, как мы ходили на шопинг, я должна вам просто взять и показать. И уже только после этого показать, что именно мы накосили. Потому что это был не поход на шопинг. Это дичь какая-то была. А впрочем, смотрите сами. Веселье началось сразу. В кофейне, где мы встретились, Телька сразу же заказала себе напиток, который ей совсем не пришелся по вкусу. Себе надо было американу заказать. Ты такое любишь. Короче, допив вкусный кофе, особенно Тельке вкусно было, ага, мы пошли в первый магазин. И тут сразу же что-то пошло не так. О, я для тебя платье нашла. Смотри, в твоем стиле как раз. Смотри, какая красавица ты у нас будешь. Настой же принцесса. Можешь пойти на выпускное в этом платье. Моя цель сегодня купить одежду в моем бомженька стиле и не купить ни одной розовой шмотки. Как вы думаете, у меня получится? Будем близняшками. Давай, будем близняшками. Реально будем это верить? Почему нет? Ой, смотрите, какой красивый чехол. Просто вау. Телька одела на меня шляпу. Вроде ничего так. Смотрите, сколько у нас изумительной обуви. Просто обложились обувью. Ладно, пойдемте померим то, что набрали уже. Смотрим. Такой небольшой фрагмент того, как именно мы ходим по магазинам. Кстати, обязательно подпишитесь на тельняшку, потому что мы снимаем много совместных видео. И вообще, я обожаю ее канал. Вот серьезно, посмотрите пару ее видосов и вы поймете, почему я ее так сильно люблю. Я когда прихожу в магазин, если я беру одну вещь, я ее обратно возвращаю. Потому что я не хочу покупать одну вещь. Если покупать, то много. Знаете, как говорят? Сзади царица, спереди киться. Когда мы с Телькой ходим куда-то, мы постоянно рофлим, кекаем и орем. Весело нам, короче. Ага. Мы делаем какую-то смешную дичь и веселимся на всю. Можно вот так делать, смотри. Блин, смотрите, какой рюкзак. Если бы я ходила в школу, мне бы было прям вот ну очень надо. Что вообще может быть лучше? Ну, разве что такое же, но с пантерой. О, чистая вещь в моем стиле. Мне что-то не надо, да? Блин. Она клевая, но мне так не идет этот цвет, именно вот этот вот. Был бы он другого оттенка, я бы взяла. Ну, может ты возьмешь? Ой-ой-ой, какие блестящие, изумительные брючки. Стоп, что это? Что это? Что это? Ладно, не настолько изумительные. А вот и модно, стильно желтые очки. Розовые, синие. Нравится вам такое? О, а топик с изумительным брючком тем нашли, кстати. Решили зайти в кавайковый какой-то магазин. И вот честно, зря. Мне тельняшки понадобилось отсюда буквально, если не все, то большинство. Ну, вот что это за наушники-чпончики? Только вон обложилась какой-то пузькой. А я что, хуже? Фоксом обложусь. Смотрите, сколько тут пуфистых классных штучек. Мое холодное сердце буквально уковаялось и тает. Нет, ну а ты кто? Заяц какой-то розовый в чем-то. Ладно, не могу больше, давайте распаковку. С чего мне начать? Вот ты сейчас сидишь и думаешь, как думаешь, с чего я начну? Я покажу одежду, косметику, аксессуары или что я вообще покажу? Вот, как думаешь? Проверим твою интуицию. Уж не знаю, я что-то надумала, но первое, что я хочу вам показать, это вот это вот. Вот, да, это кофточка. Думаешь, маловато для меня будет? А это не для меня кофточка, а для животного. Вот такую вот милую, классную розовую кофточку я купила для какого-то питомца. Пока я не знаю, кому это будет по размеру, но вообще изначально это было нацелено на то, чтобы одеть сани. Вот, сейчас вам покажу. Кстати, вместе с вами мы посмотрим, на какого питомца это подойдет. И здесь написано, знаете, что здесь написано? Здесь написано практически пафосно кыться. Здесь написано испорченная принцесска. Кстати, у меня же есть канал про питомцев, и если вы еще не подписаны, то лучше бы вам подписаться. Потому что там, между прочим, выходят очень смешные, забавные, поразительные, удивительные видео про моих домашних животных. Да, я не знаю, зачем я сделала такой голос. Но если кто-то вас знает, то он молодец. Следующая у меня вот такая вот черная кофта с черепом. Она выглядит, как будто бы она старая, испачканная в какой-то грязи. И, в общем, это чисто бомженька-стайл, все, как я люблю. Черная, скелет, причем скелет весьма упоротый, с каким-то розовыми розочками. Ну, просто красота, готота, я не знаю, что еще сказать. Короче, вот эта кофта такая. Следующая моя покупочка это, ну, это ушки. Вы, наверное, скажете, бомжи, кто сейчас вообще носит эти ушки? Я вам скажу, я ношу. А вы мне, кстати, скажете, как вам эти ушки нравятся, нет? Я их увидела и поняла, что они мне очень нужны, потому что они розовые и пуфистые. А я люблю розовые и пуфистые. Кстати, знаете, что еще у меня тут есть пуфистые? Пуфистые. Это фокс. Я увидела этого фокса и я поняла, что я не могу его не купить. Это было бы какое-то преступление. Поэтому взяла эту мягкую игрушку. При том, что я вообще не являюсь фанатом мягких игрушек, как-то это не совсем моя история. Но я увидела этого милого пусечного лисика и я поняла, что здравствуйте, вы сегодня начинаете жить с нами. Кстати, в этом же магазине, который называется Зака, вот такой вот еще бьюти-блендер купила. Он розового цвета, в принципе, кажется довольно мягким. Заодно я протестирую. Как я говорила в моем прошлом видео, моя кошка, ну она ням-ням-ням, мой прошлый бьюти-блендер. И понятно, что нужно было покупать что-то новое. А тут я увидела этот бьюти-блендер, кстати, за 190 рублей. Хотя оригинальный бьюти-блендер стоит что-то по 2000. И я поняла, что почему бы не попробовать. Далее у меня есть здесь вот такая вот еще кофтеечка. Да, с какой-то дичью. Впрочем, ничего нового. Это тоже вот представитель Бомженко-стайла, ничего не скажешь. Как видите, у меня сегодня довольно-таки интересный разброс вещей. Или что-то такое прям няшка-коваяшка. Или вот, ну вот, вот, вот. Давайте поставим немного мрачной музыки, чтобы усилить данную атмосферу. Кстати, эта кофта стоила всего 500 рублей. Еще купила вот такие вот шорты. Да. Это какой-то уже пастель год идет. В принципе, не знаю, зачем я их купила, но мне понравился очень цвет. Я их даже, если честно, не мерила. Поэтому, наверное, сейчас их померяю. Вы мне заодно скажете, как они мне по размеру сели или нет. Но они очень кажутся мне качественными. То есть, я прям чувствую хорошая такая джинса, хороший материал. При том, что стоят они 1000 рублей. В принципе, не могу сказать, что это мало, но не так уж и много. Ага, вот еще что у меня есть. Это я купила себе такую косметичку. Как видите, здесь такой упоротый катарок. Катарок, потому что у него есть вот рог, который упал. Ну, это не важно. Ничего страшного, бывает. Ну, вот такой вот забавный, миленький, розовенький, яркий косметичка с единокатароком. Сколько стоил-то единокатарок? Стоил, кстати, 150 рублей. Ну, в принципе, за неполноценного единорога очень даже норм. Далее у меня вот такая вот кислотно-розовая кофтечка. Люблю ходи. В принципе, неплохо на мне сидят розовые вещи. Тут еще есть какие-то надписи. А вы знаете, что я просто обожаю надписи. Вот, а если вы смотрели мое видео «Тупая современная мода» и думаете, что я их ненавижу, то вы это видео не поняли. И мне нечего вам, друзья мои дорогие, сказать на этом. Здесь написано «Джейм Харт», что в переводе обозначает «тренируйся, будь любезен жестко». Но без «будь любезен». Вот такой вот розовый ход я купила. Правда, не совсем представляю, как в этом можно в теории даже тренироваться, потому что с утеплением. Зачем я купила вещь с утеплением летом? Я не знаю. Решила, пусть будет, короче. Вот. Это все, что я хотела сказать про эту вещь. Очки солнцезащитные. Типа, не знаю, насколько они будут хорошо защищать от солнца или не будут вообще, но мне они очень понравились, потому что они градиентно-сиренево-розовые. Я очень давно хотела такого формата очки, нигде не могла найти, а тут нашла и купила, и, в общем, я счастлива. Сейчас я их надену. Ой, ну вообще. Слушайте, какой прикольный цвет получился. Он такой сиренево-розовый, стал пастельный. Все такое в холодных оттенках. Прям очень клево, хочу сказать. Надеюсь, от них не будет болеть башка спустя 1-2 минуты, потому что очки им не реально нравятся. Что скажете? Как вам? Кстати, не забудьте написать потом в комментике, когда досмотрите, конечно, это видео до самого конца, какая вещь вам больше всего понравилась, а какая, на ваш взгляд, заслуживает помойки. Топенцы. Такой вот розовый топик. Да, он выглядит очень маленьким, но он хорошо тянется, и, в принципе, надеюсь, что сидит он тоже неплохо. Мне очень понравился цвет. Я люблю, в принципе, вот такой цвет, то есть это розовый пастельный, но при этом яркий, я не знаю, как его описать. Короче, люблю вот этот вот светлый неоновый цвет. Вот. Но все равно больше, чем черный, мне ничего не идет, но это тоже неплохо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, тут еще целая упаковка косметики. Давайте я вам покажу все это сразу вблизи, потому что, ну, издалека не будет понятно. Тут у меня два тональника от Shiseido. Мне их очень хвалили, и я решила попробовать купить и себе. Если они буток, то обязательно в бьюти-видосе, я как-нибудь и вам это посоветую. И вот такой еще, кстати, кисть от MAC купила для нанесения тона. Потом есть еще вот такая вот топика. Почему я называю это топика, бомжи? Вот такой вот топик у меня есть. Очень найс, мне кажется. В принципе, вообще совершенно не в моем стиле какая-то раскраска, но, мне кажется, должно мне подойти. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что я в какой-то век купила что-то выбивающееся из моего привычного стиля. Также я купила целую кучу косметики Urban Decay. Не буду вам показывать, конечно же, все, что я здесь накупила, потому что я это купила для моей новой рубрики, где я показываю вам и рассказываю обзоры на всю косметику полноценную. Но, короче, скажу вам так, что здесь есть все. Так что, если вы еще не подписаны на мой канал, вообще не понимаю, почему, кстати, еще нет, то подписывайтесь, и будем вместе с вами потом в каком-нибудь отдельном видео. Не знаю, когда он, правда, будет. Смотреть, что там есть и насколько это хорошо или плохо. Ага. Ну, вот такая вот кружка у меня есть. Мне она очень понравилась своим раскрасом. Она яркая, с серебряным, с розовым, белым. Просто, просто прелесть. Не знаю, мне нравится. Надеюсь, я буду пить из нее много воды, потому что, знаете, вот моя подружка Арина, которая тоже блогер, она сказала, что если вы хотите пить много воды, то лучше бы вам пить из каких-то таких красивых баночек, кружечек. Поэтому, специально для этого я купила себе такую баночку-кружечку, потому что я опять отвыкла пить много воды. Да, в какой-то момент я к этому привыкла, а потом сделала недельный перерыв, и сейчас вообще не пью воду, поэтому купила себе специально такую кружку, чтобы мне как минимум было потом денег жалко. Наверное, нет, да. И еще одна вещица. Это вот такой вот чернотопик. Я даже не знаю, что это такое, как это будет сидеть. Хорошо, плохо. Но тут типа такие прорези, а-ля то, что я показывала в одном из видео с Дьюи, представляете? Ну, мне кажется, должно смотреться неплохо. Это самый главный пакет, потому что в нем хорейская косметика. Смотрите, просто запоминайте, записывайте себе. Вот эта вот линия сода от Холика Холика. Это лучшая вообще вещь на свете. Это единственное гидрофильное масло и единственная умывалка, которую я покупаю уже, наверное, раз пятый или шестой. Вот такой вот какой-то кондиционер для волос. Честно скажу, я этим ни разу не пользовалась. Мне понравилась желтая яркая упаковка. Да, видите, у меня все в желтеньком. И я решила взять попробовать. Будет хорошее, расскажу как-нибудь. Будет плохое, тоже расскажу, в общем-то. Собственно, это было все, что я накупила в этот раз в магазине. Напишите, как вам такие видео в моем исполнении, потому что это мой первый холл и первый шоппинг. Так что мне очень важно ваше мнение. Не забудьте подписываться на мой канал. Не забудьте переходить к тельняшке, пожалуйста. Напишите ей, что вы пришли от меня. Я думаю, она вас полайкает. По крайней мере, я в это верю. Что ж, и подписывайтесь на мои другие социальные сети, ВКонтакте, в Инстаграмчике. И всем спасибо за просмотр. Я с вами не прощаюсь, потому что надеюсь, что вы пойдете смотреть другие мои видео на моем канале. Короче, пока. Ну или не пока, я не знаю. До новых встреч.